Приветствую всех! Это урок об ударе слева двумя руками, в основном на примере Марии Шараповой. Он рассчитан на тех, кто уже прошел первые шаги и видел наши предыдущие уроки. Такие как удар слева двумя руками для новичков, теннис первые шаги, а также базовый урок слева двумя руками, используя схему удара Андрея Гасси. Мария Шарапова это немного другая схема подготовки удара, но также отличный вариант как надо играть слева двумя руками. Необходимы примеры лучших игроков, да и на варианте женского движения мало уроков. Почему-то все модели движения создаются на примере мужчин. Я сторонник идеи, что возможно женское движение отличается от мужского и это интуитивный вид. И если это не так, то все гораздо проще. Так вот, Мария играет не просто технически здорово, но и красиво. Есть какая-то эстетика в машинах ударах, может быть поэтому тысячи девчонок, начавших играть в теннис, пытаются подражать им. Создавать на протяжении длительного времени вокруг себя конструкцию, вокруг которой образуются такие качества, как любовь к тренировкам, а главное умение побеждать в турнирах гораздо труднее. В эту конструкцию входит и техническая подготовка. Удар слева я делю на 9 основных частей, где каждая часть имеет свою техническую и временную составляющую. Техническая составляющая – это механика тела, это углы в суставах, положение по отношению к мячу, работа мышц. Временная – сколько времени занимает то или иное движение и в какой точке в этот момент находится мяч. Мы увидим, в каких моментах принимаются решения и сколько остается времени на их реализацию. Для кого эта серия видеороликов? Есть игроки, которые мало задумываются над процессом, но при этом добиваются результатов. Есть те, кто ищет и также добиваются результатов. Эта серия для тех, кто хочет разобраться по крайней мере интеллектуально в данном ударе. Вот для них-то и эти уроки. Ведущая роль в подготовке принадлежит упражнения, но их надо подбирать с учетом тех тонкостей движения, которые будут показаны в этих сериях. Итак, начнем. В каждой точке полета мяча вам необходимо выполнить то или иное движение и, соответственно, включать те или иные группы мышц. И если, например, мяч над сеткой, то это полсекунды после удара соперника, то в этот момент происходит запуск движения, ориентированных на подход к удару. Все наши движения должны быть привязаны к мячу. Итак, основные части удара – это разножка или сплит-степ, поворот, подход, шаг на мяч, опускание ракетки, супинация или лучшее отведение левой кисти, фаза выноса, удар вместе с окончанием, исходное положение. Это деление на 9 для многих субъективная вещь. Можно разделить это на 3, можно на 100, а можно вообще не делить. Просто в моей работе часто приходится анализировать технику по видеоматериалам. И чтобы сделать этот процесс наиболее технологичным в поисках ошибки теннисиста или наоборот понять за счет чего он так круто играет, приходится делать следующее. Я накидываю своего рода сетку координат, которая позволяет разделить на сегменты движения и разобраться, где начинается ошибка. Ну, реальный пример. Человек не может вложиться в подачу, его уводят от точки удара. Разбиваешь на части подачи, увидишь ошибка в технике приставки правой ноги. Далее видно на примере тех, у кого этой ошибки нет, развитие движения происходит правильно. Так вот, далее мы рассмотрим все 9 элементов удара слева двумя руками на примере Марии Шараповой. Удар слева двумя руками. Я сразу хочу сказать, что данное видео показывает и объясняет порядок ваших действий при выполнении данного удара. Я разделил его на 9 основных фаз. Они идут по порядку. Смена этих фаз происходит по мере движения мяча. Основная задача создать образ целостного движения на примере лучших. Порядок к обучению данному удару несколько иной. Ну, например, начинать лучше с того, чтобы показать, как работает правая и левая рука на мяче. Далее, как работают ракетка на мяче. Как работают другие части тела на мяче. Ну и, конечно, правильно выставить игрока по отношению к точке контакта. Но это задача другой перспективы. Этот урок в первую очередь для тех, кто уже играет в теннис, но хочет найти ответы для решения своих проблем. Первая фаза – это исходное положение разножка или небольшой прыжок вверх. Само русское слово разножка в обиходе тренеров не всегда имеет один и тот же смысл. Поэтому в настоящее время я предпочитаю называть это сплит-степом, а часто просто сплитом. Это важнейший и недооцененный элемент, который необходимо специально тренировать. Но чтобы грамотно подобрать упражнение, надо разобраться в механике этого движения. Зачем, в принципе, нужен сплит-степ? Одену-ка я лучшие очки, а то 3 кВт света – это такое испытание для организма, мешая сосредоточиться. Итак, зачем нужен сплит-степ? Если какой-либо предмет поднять над землей, то он в мертвой точке будет содержать потенциальную энергию. Именно это и происходит в высокой части сплит-степа. Во время падения вниз этот предмет содержит уже кинетическую энергию. И абсолютно то же происходит с телом теннисиста перед приземлением. В момент приземления в этом предмете возникает энергия упругости. Вот она-то нам и нужна для движения в одну или другую сторону. Я прекрасно понимаю, что такие слова, как потенциальная энергия или, чего хуже, кинетическая, может раздражать людей. Некоторые даже могут подумать, что я так изощренно ругаюсь. Поэтому понять не будет, как если бы теннисный мячик выпустить из пальцев. Сначала он будет падать, затем отскочит. Вот этот отскок мы используем, чтобы сделать первый шаг. Далее в следующих уроках я более подробно расскажу о механике подхода, куда входит и первый шаг. Но сейчас главное знать, что необходимо просто быстро стартовать к мячу. Отлично, стартовать к мячу, но для этого надо иметь быстрые и сильные ноги. А где их взять? Сейчас открою вам великий секрет, как происходит работа мышц, но главный секрет в том, чтобы их заставить работать быстрее. И еще, я сохраню многим теннисистам время и силы и помогу развить такое качество, как быстроту. Но для этого необходимо понять, как работают мышцы. Я специально упрощу механику работы мышцы для того, чтобы лучше уловить принцип ее работы. Без понимания этого трудно подобрать упражнения, ну, например, для быстрого старта к мячу. Итак, есть мышца, которая переходит в сухожилие и крепится к кости. Вот упрощенный вариант. Мышца в середине, а по краям сухожилия. Человек в какой-то мере механизм с обратной связью. Органами восприятия он воспринимает мир. Глазами, ушами, языком, тактильно или носом. Эти импульсы идут в какой-нибудь из отделов мозга, а через какое-то время, уже по совсем другим проводам, проходят сигналы о действии. Они-то и переходят в мышечную ткань. Вот такая вот народная анатомия физиологии. Вот эти самые провода подходят к мышце, заставляя ее из растянутого состояния перейти в сокращенное. Это, конечно, несколько пошлое сравнение, но главный принцип. Почти любое наше движение основано на этом. А точнее сказать, движение в обыденной жизни обычного человека. Чтобы мышца совершала работу, нужна энергия. И время. Надо довести импульс до мышечного волокна. Провести реакцию в митохондриях. И самое главное, начать сокращать мышцу. Это первый способ работы. А у нас не будет на это времени. Мяч через секунду будет в 3-4 метрах от нас. И так, возможно, 10 раз подряд. Но есть второй способ работы мышцы. Я специально вначале обратил внимание, что есть мышечная составляющая, а есть сухожильная. Сухожильная – это соединительная ткань, которая крепит мышцу костной ткани. Какой принцип работы второго варианта? Из расслабленного состояния все пучки мышцы мгновенно переходят в усилие напряженного тонуса. Мышечные волокна находятся в момент давления на опору в напряженном состоянии. Такое напряжение мышцы за счет работы сухожильной части создает условия для упругой отдачи, но это возможно на малых амплитудах сгибания в коленных суставах и стопы. В этом способе работы не тратится время на обратную связь и на сокращение мышцы. Она вместе с сухожилием превращается в жесткую резину, которая просто отыгрывает. Если сказать так круто, она использует кинетическую энергию и преобразует ее в силу упругости без потери времени. У этого способа есть, конечно, и плюсы и минусы. Плюс – это скорость, это время, это быстрая прыгучая работа. Минус, как я сказал, это возможно лишь на малых амплитудах сгибания. Но главное – это нагрузка на сухожильный аппарат. Этот способ в изобилии присутствует в спринте, барьерном беге, прыжках. И такие вещи, как травма в местах прикрепления сухожилий, там не редкость. Но это вопрос качества тренировки. Если правильно строить тренировку, разминаться, включать в статические упражнения упражнения, на растягивание проблем не будет. Мышечная работа ног в разгибательном движении с воздуха направлена на сопротивление. Поэтому подбирайте соответствующие упражнения. Я приведу типичные упражнения, которые как раз на это. Например, спрыгивание с низкой скамейки с последующим отскоком от поверхности. Ну, а, например, глубокие приседания, да еще и со штангой – это как раз то, что не надо делать. Я говорю сейчас о сплите, ну или о разножке. Но дальше, в следующих уроках, я покажу, как работают в этом режиме и другие мышцы. Сплит дает высокую динамику. Это резкий скачок из одного состояния в противоположное. Поэтому помните в подборе упражнений, что важна не только сила, а скорость достижения этой силы. Сплит степ прежде всего помогает быстрее и мощнее выполнить первый шаг и стало быть впоследствии оказаться в точке удара. Этот прыжок тесно связан с исходным положением, из которого вам предстоит все начинать. Таз и плечи параллельно задней линии, беговой наклон, хватка для удара справа, внимание на отскочившем от площадки мяче на стороне соперника. На самом первом этапе обучения сплит степ выполняется с двух ног, с приземлением на две. Сам прыжок занимает около полсекунды и выполняется за счет подошвенных сгибателей стопы. Вот именно эти мышцы и, как я говорил раньше, сухожилия необходимо развивать с помощью различных упражнений. Если проконсультироваться с тренером по лёгкой атлетике в специализации спринт или спринт, он вам грамотно их подберет. Теперь о том, когда начинать делать этот прыжок. По времени сам сплит занимает около полсекунды и это треть всего времени, которое у вас есть на все остальное. Начинается этот прыжок на фазе выноса ракетки соперника и это значит примерно за 1-1,5 секунды до удара соперника. Еще раз, сплит степ начинается не в момент удара, а чуть раньше удара вашего соперника. Не забываем, что при этом ноги далеко друг от друга, то есть стоят широко. Необходимо использовать тонус, который дает сплит степ и начинать первый шаг. Теперь о том, как работает голова, а точнее, в какой момент принимается решение. Главное и первое решение, с какой стороны от вас полетит мяч. Если секунда прошла и вы все поняли, это поздно. Ведь чем раньше вы примете решение, тем больше останется времени на его реализацию. У вас будет только секунда для ответа, то есть до удара. Поэтому идеально будет принять решение в начале этой секунды. В высокой части прыжка принимается ваше решение о том, куда вы будете двигаться. Вправо или влево. Это самая главная идея сплит степа. В высокой части прыжка, то есть в безопорном положении, принимается ваше решение о том, куда вы будете двигаться. Этот момент совпадает с контактами мяча на ракетке соперника и происходит старт для принятия решения. Вы принимаете решение в воздухе. Это важнейший момент данной фазы, так как ко времени приземления необходимо начать движение. Если начать принимать решение на земле до удара, что возможно при атаке соперника с полкорта или сильной подачи, то придется угадывать. Если начать принимать решение после приземления, будет потеряна инерция прыжка и силы упругости. И движение придется начинать с нуля. И это самая распространенная ошибка. Самая сложная, но интересная задача разножки – начать принимать решение в высокой точке прыжка. И сразу после приземления начинать движение в одну или другую сторону. Сложность в том, что эти решения необходимо принимать перед каждым началом своего движения. И если пару раз это сделать просто, то по мере роста объема ударов в розыгрыше происходит своего рода ментальная усталость. Это проявляется в том, что теннисист приземляет без принятия решения как бы с пустой головой и начинает принимать решение о движении в тот момент, когда необходимо выполнять другие задачи. Простейшее упражнение. Один бросает мяч, другой ловит этот мяч в прыжке. Тот, кто бросает, в момент броска задает какой-то простой однозначный вопрос. Например, дерево. Тот, кто ловит, к моменту приземления начинает отвечать на него. Береза. Простое и веселое упражнение. Самое главное, что вы принимаете решение в тот момент, когда мяч двигается от партнера. Что касается техники, то на первом этапе обучения выполняется сплит с двух ног на две. То есть, толкаетесь с двумя ногами, принимаете решение и приземляетесь на две ноги одновременно. При этом стопы далеко друг от друга, то есть ноги широко и беговой наклон сохраняется. Угол в коленных суставах формируется после приземления и сохраняется до удара. По мере роста уверенности переходите к упражнению в движении. Дело в том, что сплит-степ в реальном розыгрыше должен начаться в тот момент, когда игрок имеет определенное направление движения. И он редко оказывается на двух ногах одновременно. И поэтому сплит начинается с одной ноги. Необходимо моделировать этот момент в тренировке, подбирая под него соответствующие упражнения. Теперь вы знаете логику работы мышц, но подбор упражнений лучше доверить профессионалам. Место и время сплит-степа привязывается к движению мяча, который находится в пределах линии хавкорта. То есть, когда мяч находится на линии хавкорта соперника, вы приземляетесь. В введении в этот урок я рассказал о том, что моя система поиска ошибки в ударе связана с поиском ошибки в элементе этого удара. Если там все чисто, ищу в следующем элементе. Какие ошибки в основном бывают? Первое, самое смешное. Этого элемента нет вообще. Человек, теннисистом его сложно назвать, двигается с места. Это ошибка, как правило, любителей, которые поздно начали играть. Вторая, не смешная. Этот элемент уже есть. Прыжок выполняется поздно. То есть, начало давления стоп для сплита происходит в момент, когда мяч покидает или уже покинул ракетку соперника. Это ошибка детского тенниса или сильных любителей. Третья ошибка. Эта ошибка позволяет быть уже в ранге теннисиста. Принятие решения происходит после приземления. Видно, что только после приземления, через какое-то время происходит поворот стоп и таза. Напомню, что такие, как Надаль, делают это в воздухе. То есть, поворот стоп происходит в воздухе. И в момент постановки они направляют себя к мячу. Эта ошибка может быть и у хороших игроков из первой сотни. И, как правило, они не могут из-за этого успевать к быстрым мячам. Четвертое. Также может быть и у высоких профессионалов. В момент сплита идет включение мышечной составляющей. А я напомню, что необходим сухожильный тип. То есть, второй вариант. Эта ошибка определяется труднее других. И необходим опыт, чтобы ее увидеть. В завершение хочу сказать, что как только мяч пересекает линию хавкорта и приближается к сетке, мы вместе с ним переходим в следующую часть под номером 2. Это поворот и смена хватки. А на сегодня все. С вами был Сергей Подоляк. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!